привет друзья и подписчики если вы еще не подписались то советую вам это сделать у нас на канале интересно вы часто спрашиваете о том как же ездить на праворульном авто по территории украины имеется ввиду юридический аспект скажу что это не сложнее чем ездить на польской литовской чешской словацкая любой другой даже американской машине если вы замечали то есть номера вашингтона нью-йорка какие хотите украины давайте начнем сначала какие плюсы вообще езды на праворуком авто она дешевле на тысячу две тысячи долларов приблизительно леворукого европейского автомобиля обслуживание этих автомобилей намного лучше поскольку у них очень жестокие правила в отношении этих осмотра называется мод и она очень дорогое это обслуживание как правило ну и англичане используют машины как просто средства передвижения никто из ними никаких манипуляций не производит не дорабатывает не улучшает то есть они практически будут в первозданном виде ограничение скорости в англии действует около 40 миль в час 40 миль в час по моему везде около 60 километров только на автобанах можно ездить быстрее поэтому износ деталей минимальный минимальный это эти два плюса минусы вождение такого автомобиля это сложные обгоны обгоны когда например за фурой это тяжело сделать потому что не можете нормально проглядывать вперед в помощь приходит такой девайс называется он перископ так называется два зеркала устанавливается с левой стороны на лобовом стекле одно зеркало смотрит вперед одно зеркало смотрит на вас вы видите отражение и соответственно знаете обгонять или не обгонять и еще один минус я назову это то что такая машина привлекает внимание по крайней мере в украине в россии нет ну что там автомобили такие разрешены а у нас на учет такой автомобиль поставить невозможно есть только автомобили которые ставились там ну до 2000 года может быть чуть позже еще где-то там получалось их ставили на учет плюсы минусы я назвал теперь давайте я вам покажу английский техпаспорт он выглядит таким образом видите красненький бумажечка но бумажечка имеет водяные знаки свою защиту имеет так здесь в нижней части указывается количество хозяев автомобиля здесь в данном варианте это четыре хозяина так на внутренней стороне указывается номерной знак номер кузова и хозяин и пост код проживания хозяина тот который вот на которого выписаны техпаспорт следующая графа номер 6 написано пишет написано new keep or a new name new адрес details тут выбираете мистер миссис вот так мистер на тогда вставите галочку дальше first name и sony first name это например михаил sony например металл ну иванов ставить дальше адрес можно фактически адрес которым в данный момент прописаны и поста он это означает что почтовый адрес и ставите записывайте все new keep or если да если ну не кейбр это означает новый хозяин ставите галочку и дата продажи or transfer transfer тут уже ставите дату все остальные необязательные поля к заполнению то есть машина стоит на учете вот здесь вот или фамилия хозяина сюда вписываете себя если вы покупаете машину и эта графа пуста можете вписать себя вот это графа номер 7 changes означает изменение в кузове например если вы покупаете грузовой автомобиль и хотите изменить его на пассажир вот нужно заполнять эту графу если вам говорят что можно вписаться сюда не верьте это неправда сюда вписываться нельзя только вот в зеленое поле это зеленая регистрированный кипр это хозяин властных по украински да и новый властный новая кипер вот здесь это заполняется также техпаспорт должен состоять из вот таких вот двух частей ни в коем случае ни одна часть если эта часть оторвана машина теоретически практически снята с учета этот второй листочек он должен быть или вот так вот склеен или возможно даже скотчем может приклеен потому что она имеет свойства отрываться но он обязательно должен у вас присутствовать здесь должен совпадать номерной знак который на вашей машине что думать если вот это оторвано то что машина скорее всего снята с учета вот эта зеленая графа номер 10 new keepers details это детали нового хозяина сюда вписывается адрес так имя фамилию все вписывается сюда здесь есть номер кузова есть все здесь вся необходимая информация дальше она отрывается и высылается по почте для получения нового техпаспорта то есть вы можете и теоретически и практически поставить такой автомобиль на себя на учет и быть хозяином вот здесь вот зарегистрированным хозяин то есть вы можете иметь эту английскую машину поставленную на учет в лондоне где угодно глазга без разницы где главное заполнить и отправить по почте что это стоит это ничего не стоит стоит только почтовые услуги это около 30 и ну я не знаю 20 30 фунтов приблизительно это где-то около 40 50 долларов кто-то просит за это 100 200 долларов что оформят эти бумаги в принципе это тоже имеет место если вы сами не знаете как это правильно сделать но сделайте через кого-то или почитайте просто лучший интернет интернете информацию сделайте сами или на официальном сайте даже так что это возможно сделать так я объяснил как можно стать хозяином праворукого автомобиля ничего шиньки сложного вот здесь видно на свет просвещается водяные знаки то есть их паспорт достаточно хорошо защищен как она загоняется точно так же как другие польские литовские и так дальше автомобили не на фирму а чисто частное пользование что еще вам нужно будет хотите можете взять доверенность например у хозяина который например там если вам мало того что вы вписаны в техпаспорт кстати вписаться в техпаспорт можно даже простой простой ручкой но лучше конечно печаток на печатной машинке это будет интереснее дальше выписывайте обычную страховку вот такая с европротоколом украинскую например да делаете здесь на месте без проблем они же хотят заработать 825 гривен стоила эта страховка на год вписывается ваша фамилия имя и в принципе принимается любыми ментами которые вас остановит полиция остановит вы покажете им эту страховку это техпаспорт свои права и поедете дальше в общем то и все все что хотелось сказать то есть если у вас какие то есть вопросы комментирует и если вы с чем-то не согласны я может быть что-то сказал не так но вы должны тогда аргументировать что именно не так и как правильно возможно что-то поменялось в законах но скажу что еще две недели назад было все именно точно так как вот я вам только что рассказал мне лично нравится ездить на таком автомобиле некоторые говорят что настоящий праворукий автомобиль он даже тише едет я не могу с этим не согласиться даже до тише он будет ехать чем лево руки может быть чисто психологически и на вопрос а тяжело тяжело ли ездить на правом руле я вам скажу так что все вся проблема только в голове то есть вы должны эмоционально настроиться начать ехать и привыкнете если сложно сложно переключать передачи передачи здесь находится ну тоже по центру автомобиля и переключается в те же самые стороны не зеркально раньше было зеркально также подрулевые вот эти переключатели тоже они точно такие же как в левом руле то есть поворотные поворотники здесь дворники здесь в принципе все то же самое километраж в милях это получается 60 миль 100 километров принципе все все теперь будем считать что я все осветил тему мы обговорили до встречи на канале подписывайтесь пока а